11 способов защитить ваше авто от зимы В наших широтах зима, как правило, приносит людям снежную и морозную погоду, литры горячего шоколада, а владельцам автомобилей еще парочку обременительных занятий, замену покрышек, чистку авто от снега и льда по утрам, борьбу с запотевшими стеклами. Этот список можно продолжать долго. А вы хотели бы сохранить время и силы грядущей зимой? Тогда продолжайте смотреть видео! Но прежде чем узнать про 11 простых способов защитить ваше авто от зимы, подпишитесь на наш канал и включите уведомления! Теперь вы всегда будете на яркой стороне вместе с Эдми! Номер 11. Решить проблему замерзших окон Представьте, вы проснулись прекрасным зимним утром, но ваше настроение тут же испорчено обледеневшим ветровым стеклом. Справиться с этим зимним сюрпризом непросто! Еще хуже, если вы спешите на работу или на учебу! Но даже если у вас нет возможности парковать машину в гараже или на закрытой стоянке, используйте одно отличное подручное средство. Смешайте уксус с водой в соотношении 3 к 1. Распылите это средство на все окна вашего авто, включая ветровое стекло, чтобы они не замерзли ночью. Если же окна вашей машины уже превратились в ледышки, у нас есть прекрасный способ, как разморозить их за секунду. Вам нужно смешать 600 мл спирта, 200 мл воды и 1 каплю средства для мытья посуды. Просто распылите средство на замерзшее стекло, и лед моментально растает. Номер 10. Оставлять носки на дворниках. Носки на дворниках. Звучит как хорошее название для инди-группы, но на самом деле это лучший способ избежать примерзания дворников к ветровому стеклу. Шаг 1. Обязательно поднимайте дворники перед тем, как оставить машину на ночь. Шаг 2. Надевайте на них пару длинных носков. Наверняка у каждого найдется пара гетр в нетрах шкафа. Подарите им вторую жизнь, натянув на дворники. А утром они вас отблагодарят, сэкономив время. Также всегда выключайте дворники, прежде чем поставить авто на ночную парковку. Когда утром вы заведете машину, они, закованные в лед, не смогут работать. Это может повредить дворники и даже испортить весь механизм. Номер 9. Справиться с замерзшим дверным замком. Самый простой способ справиться с замерзшим замком – использовать антисептик для рук. Спирт, который он содержит, растопит лед, и вы без проблем попадете внутрь авто. Нанесите несколько капель антисептика на ключ или на замочную скважину. Это идеально работает! Еще можно по старинке нагреть ключ на пламени спички или зажигалки, а затем вставить его в замок. Будьте осторожны, не обожгитесь! А чтобы предотвратить замерзание замочной скважины, попробуйте смазать ее ВД-40. Сделайте это заранее, до наступления холодов, и вы сэкономите себе массу времени и нервов. Номер 8. Предотвратить замерзание дверей. И вновь перед вами нестандартное применение обычной домашней утвари. Как спасти двери от замерзания и суметь открыть их даже в лютый мороз? На помощь придет обычный антипригарный спрей, который легко купить в любом магазине. Он поможет вам забыть об этой досадной проблеме. Просто нанесите спрей на резиновую прокладку на верхней, боковой и нижней части двери. Удалите излишки салфеткой. Готово! Номер 7. Предотвратить запотевание окон. Если ваши окна уже запотели, самое простое и доступное решение – воспользоваться ластиком для доски. Это избавит стекла от влаги, не оставив на них разводов. Чтобы заранее предотвратить запотевание стекол в автомобиле, насыпьте в старый чулок или тряпичную сумку наполнитель для кошачьего туалета и положите под сидение. Наполнитель абсорбирует влагу и предотвратит запотевание стекол. Еще один ценный совет – не оставляйте открытые бутылки с водой и другими напитками в салоне авто на ночь, если не хотите, чтобы жидкость испарилась и мешала вашему обзору. Номер 6. Избежать обледенения боковых зеркал. Чтобы снизить риск образования льда на боковых зеркалах, во время стоянки накройте их полиэтиленовым пакетом и зафиксируйте его резинкой. Сняв пакет на следующее утро, вы увидите, что зеркала совершенно не замерзли и вам не нужно их чистить. Номер 5. Спасти фары от замерзания или запотевания. Безопасность превыше всего. А в хмурый зимний день она еще больше зависит от того, как светят ваши фары. Зимой вдвойне важно, чтобы они сверкали, как софиты. В первую очередь тщательно вымойте фары, дайте им просохнуть, затем нанесите воск тонким слоем. Теперь влага и снег не страшны вам, и вы сможете безопасно передвигаться в холодную погоду. Приятно, что защита будет действовать несколько недель. Чтобы сделать вождение на 100% безопасным, обязательно обработайте также задние фары. Номер 4. Подготовить набор для выживания зимой. Руководство морской пехоты США по выживанию зимой рекомендует держать в автомобиле запас воды и еды, например, сухих снеков, в зимние месяцы. Вот еще несколько предметов, которые могут вам пригодиться, если вы заблудитесь. Просторное одеяло, теплая одежда, нож, компас, на случай, если GPS вас подведет. Аптечка. Она должна быть в авто круглый год. Скребок для льда и щетка для снега, провод для запуска двигателя и свисток. Набор впечатляет, не правда ли? Но кто знает, что вам может пригодиться, если вы застрянете на безлюдной зимней трассе. Номер 3. Всегда держать бензобак наполненным хотя бы наполовину. Последнее, с чем хочется столкнуться на зимней трассе, это поломка двигателя. Чтобы этого не случилось, заправляйте ваш бак хотя бы наполовину. Таким образом, вы сократите риск возникновения конденсата внутри бака и предотвратите его замерзание внутри топливопровода. В любом случае, бензин вам пригодится даже в городе. Планируя длительную поездку, уточните расположение заправок на вашем пути. Номер 2. Завести машину в мороз. Прозвучит очевидно, но парковка в гараже, а также под или рядом с чем-то большим, например, деревом или зданием, поможет вашему автомобилю сохранить тепло ночью. Вам будет проще запустить двигатель утром. Стоит также использовать подходящее автомобильное масло. Рекомендации по его выбору вы можете найти в инструкции к машине. Ставьте лайк, если не читали ее. Наконец, прежде чем включить зажигание, отключите все функции. Фары, печку, подогрев. Позвольте двигателю использовать весь потенциал аккумулятора. Дайте двигателю слегка прокрутиться, пока вы поворачиваете ключ. Но не держите его дольше 10 секунд. Вы рискуете сломать стартер. Не сработало? Подождите пару минут и попробуйте снова. Если у вас карбюраторный автомобиль, он скорее всего такой, если ему более 20 лет. Вам поможет средство для быстрого запуска двигателя. В магазине автозапчастей вам подскажут, как им воспользоваться. Номер один. Вызволить автомобиль из сугроба. Если ваш автомобиль не занесло снегом по самую крышу, у вас есть шанс выбраться из снежного плена без посторонней помощи. Всегда храните в багажнике пару пакетов наполнителя для кошачьего туалета. Ваша машина застряла в сугробе? Просто посыпьте немного наполнителя перед колесами, и вы легко преодолеете это препятствие. Еще один совет, который поможет выбраться из этой ситуации. Используйте ваши автомобильные коврики. Подложите их под каждое колесо. Благодаря силе трения вы сможете выбраться из сугроба. Какой из советов показался вам самым полезным? Расскажите нам в комментариях, поставьте видео лайк и подпишитесь на Admi, чтобы всегда быть на яркой стороне.